Добрый вечер. В Бразилии гражданская война. Те туристы, которые почему-то вздумали в Бразилию заглянуть на эту неделю, в аэропорту были встречены плакатом с извинениями «Простите, страна закрыта на гражданскую войну». Ну, некоторые плакаты были «Страна закрыта на революцию». Там очень шумно, массово, и, что интересно, охватила это всю страну. Страна огромная. Бразилия – это самая большая страна континента. Она вообще очень большая. Она большая по всем параметрам, по экономике, по количеству людей, по площади и вообще по достаточно весомому месту, которое она занимает в серьезных раскладах международных разборок. То есть Бразилия – это не пустячок. И вот в этой Бразилии случилась гражданская война. Это не волнение, это не события второго порядка, похожие на бесчинство молодчиков. Это именно массовое сопротивление людей против государственной власти, в общем-то, в принципе, поделившее на два неравных лагеря всех, кто живет в этой стране. Война идет очень серьезная. Война охватила сначала большие города, потом она охватила маленькие города. Запылала она в результате абсолютно по всей стране. Вы видели, что происходит в Рио-де-Жанейро и в Сан-Паулу. В Рио-де-Жанейро почти нет кадров происходящего столицы с странным названием «Бразилия». Просто мало кто знает, что Рио-де-Жанейро не является столицей страны. Столицу они построили себе отдельно, как административный анклав, чтобы содержать там всех чиновников, которых, в общем-то, народ не сильно любит. Гражданская война в Бразилии началась из-за того, что, как вы уже знаете, 2 июня правительство этой страны решило поднять цены на проезд в общественном транспорте. На порядка 20 центава, это где-то около наших 3 рублей. То есть на 3 рубля подорожает общественный транспорт. Общественный транспорт у них развитый. Куритиба является одним из основоположников самого грамотного подхода к организации выделенных полос для общественного транспорта. И многие транспортники мира ездят в Куритибу посмотреть, как это все устроено. В Рио-де-Жанейро с транспортом тоже довольно увлекательная картина. И в Сан-Паулу в этой стране есть метро. И вот весь общественный транспорт, начиная с автобусов более массовых, и, естественно, включая метро, менее массовое, поскольку оно не во всех городах, решили поднять цены на незначительные для нас 3 рубля. И всю страну рвануло. Причем произошло это одновременно, то есть повышение цен – это то, что касается напрямую, а косвенно люди просто узнали из официальной печати ассигнование на кубок по футболу. И вот сопоставив свой уровень жизни, понимая, что жить придется несколько сложнее и хуже, и увидев, какое количество денег тратится на развлекуху, люди решили этой власти вломить. Причем довольно успешно. Есть такая немножко неправильная точка зрения, что бразильцы – это люди, которым по барабану по какому поводу оказаться на улице, что на фестивале сплясать, что в забастовке принять участие – нет ничего подобного. Не надо недооценивать Бразилию и полагать ее обезьянам-заповедникам, где толпы бездельников не знают, чем заняться. Бразилия – это гораздо серьезнее, Бразилия – это очень весомо, и бразильцы моментально совершенно придали всему этому социально-политический оттенок. То есть началось с цены на билет, и тут же против войск и полиции выступившие стотысячные, двухсоттысячные и пятисоттысячные демонстрации взяли с собой плакаты, на которых объяснили подробно требования, против чего они выступают. Они выступают против плохого качества образования, плохого качества медицины, высоких цен на товары первой необходимости, высокой коррупции в стране, и на то, что деньги странным образом распределяются на чемпионаты по футболу, а отнюдь не на социальные программы. И, конечно же, да, автобусные билеты. Причем тема автобусных билетов сохранилась. Хотя по ее поводу, именно по стоимости автобусных билетов, события разворачивались несколько нетрадиционным образом, потому что центральная власть, когда решила, что подорожает по всей стране, она столкнулась с сопротивлением мэров городов. Например, мэр Сан-Паулу, он сразу сказал, «Нет, ребят, я повышать цены не буду, ездите так, как вы ездили». И его поддержало сначала еще шесть других городов, достаточно крупных, потом одиннадцать городов, и выяснилось, что очень многие по мере удаления, чем дальше от столицы, тем больше мэры городов решили не связываться с этой неприятностью и выступить на стороне своего народа. Они сказали, волею своей у меня на подконтрольной территории не будет повышения цен на общественный транспорт. И, тем не менее, вспыхнуло все равно, потому что общественный транспорт — это одно, а социальное неравенство — это другое. Я был как-то раз в Бразилии, я посмотрел, как живут эти люди. Очень много интересных аналогий. Мы живем, в общем-то, как вы, наверное, заметили, в сопоставимых условиях. И вот сейчас, когда правительство, полностью признав свое поражение, сказало «Да, отбой, все, ребят, хватит воевать», вот это второго числа только-только началось, активные боевые действия начались 13 июня. Вчера, 20 числа, было признано, что правительство проиграло, оно готово пойти на попятную. Повышения действительно не будет. Причем сегодня уже начался их кубок по футболу, против которого люди выступали. И все равно бразильцы не угомонились, потому что впереди у них что? А впереди у них еще чемпионат мира по футболу, а впереди у них еще Олимпиада. И туда и туда будут ассигнования. У них нет саммита АТЭС, и у них нет концлагерного острова Русский, куда вдруг решили заселить китайских студентов за наш счет. Но все остальное у них есть. И вот в этой стране, с довольно неоднозначно устроенной экономикой, с довольно невысокой инфляцией, с определенной стабильностью экономической и 29% населения, живущими за чертой бедности, народ сказал, что вообще-то, вот нам эта Олимпиада при таком подходе, при таких условиях жизни, ну, нахрен не сдалась. И этот ваш чемпионат по футболу, а мы все любим футбол, но мы лучше в дворе поиграем, они нам тоже не нужны. Вы деньги, пожалуйста, потратите на здравоохранение и на образование. Молодцы бразильцы! Они не приняли безоговорочный пакт о капитуляции правительства. Правительство-то сказало, все-все-все-все-все, мы готовы, мы не будем, и автобус мы вам простим, и давайте уже будем разбираться. А народ сказал, да, разбираться-то мы будем, только давайте поконкретней. Не потом когда-нибудь в виде обещаний, не в связи с тем, что вы нам, например, гарантируете прозрачность выборов под 146%, а давайте вот конкретно мы сейчас начали, и до чего-нибудь договоримся. И сегодняшняя съемка из того же Сан-Паулу говорит о том, что, опа, а на улицах весь город. Причем люди достаточно спокойные, по крайней мере, в светлое время суток. Они четко ходят с плакатами и объясняют свои очень конкретные пожелания к власти. Ну, во-первых, они этой власти определили подобающее место, то есть где они ее видели, куда она должна идти, каким маршрутом и с какой скоростью. А во-вторых, они очень конкретно сформулировали свои пожелания, что бы она должна была сделать. И правительство оказалось в патовой ситуации, потому что дальше начинается эскалация гражданской войны. При том, что войска уже сунулись, им в паре городов навешали конкретно. Полиция, спецназ и даже кавалерия, а в Бразилии есть такой экзотический родвойс, как кавалерия, были применены по демонстрантам, и тем не менее не достигли серьезного успеха. И здесь, кстати, сейчас произойдет очень любопытная вещь, поскольку, в общем-то, эти социальные требования, они близки и тем полицейским, которых бросили на разгон. И может произойти следоризация, когда многие хотят они разгонять демонстрантов. Нам проще. У нас есть батальон Зубр, который, если надо, прилетит во Владивосток и вежливо объяснит политику государства и неправоту местного населения. А вот там подобных вещей не получается. Очень уж всех это задолбало. Вот то, что происходит в Бразилии под видом повседневности, очень этих людей утомило. Очень им это не нравится. Но вот не нравится им Олимпиада за собственный счет. Вот не заказывали они, даже не то, чтобы саммит АТЭС или какую-нибудь специфическую дворцовую постройку. Вот не заказывали они чемпионат по футболу. И не хотят. Но отправной частью стал автобусный билет. У нас мы видим все эти аналогии. И транспорт дорожает, и ЖКХ у нас дорожает. Когда у нас либеральное крыло Единой России тайком собралось пообщаться, то было признано, что тарифы ЖКХ у нас выросли за последнее время на 400%. И это еще не предел. Потому что, кроме как нам с вами за ЖКХ заплатить некому. То, что происходит у нас на дороге, то, как у нас корежится конституция в угоду нынешней политической ситуации, экономической в частности, мы видим. В Бразилии до этого не дошли, а во всем остальном уже дошли. То есть, за счет населения проводится увеселение для власти. Они недовольны. Они молодцы. Вызывает зависть. Вызывает зависть то, как бразильцы сплоченно ответили, как они не приняли капитуляцию государства, и как блистательно они готовы биться до последнего. Сейчас мы посмотрим, как именно будут разворачиваться события. Но что-то мне подсказывает, что это только начало ситуации. А автобусные билеты, к счастью, уже не подорожают. Новости. Семь баллов в нашем любимом городе. Со своим безапелляционно дорогим транспортом мы рвемся по домам. Далее везде. Те, кто не особо рвется, они на телефоне. 65 10 9 9 6. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Я вас тоже рад слышать. Спасибо вам за передачу. Слушаю вас постоянно. Сергей, вы помните такую шутку в свое время КВНовскую? Бразильский бы выучил только за то, что надо же куда-нибудь ехать. Была такая хохма начала 90-х годов. Вот сейчас вдруг выясняется, что в Бразилии так много увлекательного. Какие замечательные ребята. Это я все еще по поводу первой части своего разговора. Нет, я знаю другую шутку, которую сказал Пиле по поводу чемпионства нашей сборной на чемпионате. Знаете такую шутку? Не-не, я слишком далек от футбола. Я ближе к автомобилям. Расскажите, Сергей. Он сказал, что российская сборная выиграет чемпионат мира, когда бразильская выиграет чемпионат мира по хоккею. Да, молодец. Пиле молодец. Ну и он попросил бразильцев не бастовать, но они его не послушали. Ну, очень сплоченные ребята. Меня они восторгают. Да, я так думаю, мы тоже, может, скоро начнем этим заниматься. Мы, к сожалению, не сможем вовремя остановиться. Вот чем мне приятно. То есть мы можем начать, но у нас толчком к этому будет не дорогой автобусный билет, а тотальный запрет на спиртное. Вот как только введут сухой закон, тут же страна и развалится. Сергей, у меня вот два к вам вопроса. Да. Первый вопрос, я думаю, коротко. По поводу я вот вычитал, что с 1 ноября 2014 года ведут таксу 3,5 рубля для большегрузов. Да. Ну и что, мы тогда, что мы тогда будем еще больше платить за еду? Конечно. А все, Сергей, вы же видите, у нас экономика настолько стабильная, а инфляция настолько низкая, что кроме нас с вами больше никто не в состоянии держать бюджет на своих плечах. Поэтому теперь следующий вариант будет, это обложить бабушек налогом за двухколесные тачки, тележки, обложить роллеров за то, что они катаются на своих роликах и на скейтах, налог на велосипедистов, на собачек, на кошечек, на фикус на огороде и на зеленой занавеске. Потому что вариантов не остается. Все. Бюджет разворован полностью. А, как вы знаете, Единая Россия в кулуарах призналась, что от всей нашей экономики в живых осталось 1200 предприятий. Причем в основном оборонного комплекса. У нас, кроме «Газпрома», никто больше не дает денег впрямую в казну в виде налогов. С кого еще брать? Поэтому 3,5 рубля за километр из грузовиков – это обязательно, это только самое начало. А вы же слышали про проект закона, направленный в Госдуму на утверждение, о выселении безальтернативно из квартир за недоимки, за долги. Да, да, да. То есть, получается, что последний резерв – это разорить собственников жилья, выкинув на вторичный рынок их обанкротившиеся квартиры. Потому что другого варианта нет. Вот пока они у тети Маши с пятью детьми не продадут квартиру, им будет не на что купить тот самый вагон с шубами, который вот у Якунина сейчас пресловуто всплыл. Ну, а как иначе? С кого еще? И еще там же они посчитали, не знаю, там, Минтранс или кто, что 3,5 рубля – это очень мало. В реалии нужно брать 6,2 рубля. Да, мало. И 3,5 будут каждый год обязательно индексироваться? Обязательно, да. Потому что больше не с кого. Больше не с кого. Поэтому в любые перевозки будут включены эти самые пресловутые 3,5 рубля, плюс еще вот эти самые тахографы, по поводу которых уже возникла коррупционная неприятность в виде скандала, потому как их еще в нашей стране не производят, а штраф за их отсутствие уже действующий. То есть получается обременение в 50 тысяч в виде этого тахографа, и этот тахограф нужен для того, чтобы с каждого можно было содрать 3,5 рубля за каждую поездку. Без вариантов. И все это, естественно, мы с вами будем оплачивать в виде куска хлеба, макарон, колбасы. Ну, получается, они же там еще, как сказать, настроились очень хорошую сумму собирать. Мне нравится формулировка. Ой, как же там. Вред наносимой дороге большегрузным транспортом. Как-то так там это звучит. Да, прямой экономический ущерб. Именно так. Притом, вы же помните, они первый раз, когда подступились к этому, им сверху вежливо ответил тот же самый Минфин, Минэкономразвитие им сказал, что ущерб экономический от всех этих телодвижений гораздо сильнее, чем ущерб для дорог. Ну и тем не менее, подумаешь, что там эксперты говорят. Никого это не волнует. При том, что, в принципе, все это ведет к той самой пресловутой феодальной раздробленности, против которой выступали русские князья в послебонгольский период. И именно вот эта феодальная раздробленность, когда из одного региона в другой просто не имеет смысла ничего возить, вообще не имеет смысла, потому что ты разоришься. Это основа нашей современной экономической стратегии. Притом, ведь у нас не случайно дорог нет, а по шоссе колесным транспортом перевозится 70% товара страны, потому что у неприкасаемого Якунина на железной дороге коллапс. Там же и тарифы чудовищные, и вагонный парк, мягко говоря, в очень странном состоянии. Из-за этого и выплескивается за пределы железной дороги вот как раз эти самые 70%. Казалось бы, при отсутствии шоссе чего там ловить? Так у нас и железной дороги нету, поэтому приходится ловить именно колесным транспортом. И вот здесь как раз 350%, потому как больше не с кого, потому как обязаны. А потом, у нас еще Олимпиада впереди, у нас еще чемпионат впереди. У нас же универсиада в Казани, мы Казань как преобразили, сколько там интересного было всего построено. Потом, ведь Сочи отстроили заново, там наконец-то канализацию провели, и на все это нужны деньги. А необитаемый остров Русский, тот самый, с Вантовым мостом, это все требует какого-то покрытия. А за чей счет? Либо бабушка в деревне, но у нее пенсия 500 рублей, что с нее взять? Ну, пристрелить. Ну, или сама сдохнет. И вот сейчас, например, в Москве, когда пытаются убрать разделительные бордюры бетонные и сделать реверсивные полосы, но, с одной стороны, хорошо, пропускная способность уличной дорожной сети возрастет, но при этом будет больше лобовых столкновений. Ну, подумаешь, кто-то сдохнет. Наоборот, лучше. Быстренько закопали, и все, и не коптит небо. Пенсии ему не надо, здравоохранения ему не надо, образования ему не надо. Лежит спокойно, скучает. Чисто экономически это выгодно, потому что на его место приедет 25 таджиков, которые его же работу с другой квалификацией блистательно выполнят. Вот и все. Извините за сравнение. Получается, нас обкладывают как зверя со всех сторон. Ну, мы скорее, наверное, даже дойная корова. А, даже так, да. Поэтому мы не совсем зверь, и у нас будет возможность... Вот мы с вами, Сергей, вот лично вы и лично я, мы с вами 8 сентября 2013 года выбрали себе нового мэра Сергея Собянина. Мы с вами это уже сделали. У него 146% голосов. Мы с вами до этого выбрали Государственную Думу, мы выбрали президента, и сейчас мы этот маневр повторим. Через какое-то время мы еще раз выберем себе Думу, и еще раз выберем себе президента. Поэтому мы с вами стоили, будем достаточно долго еще повиривать хвостиком. И, понимаете, это вот как анекдот две коровы, одна другой говорит, я подозреваю, что люди нас используют только для молока и для мяса, а потом неизбежно убьют. А другая ей говорит, да прекратите свою теорию заговора. Да, это точно. Ну, ладно, не будем о грустном, поговорим о машинах. Давайте. Такой вопрос. Очень долго выбираю себе поддержанный кроссовер. Вот. Думаю, думаю. И на выбор Hyundai Tucson, ну, или, возможно, Toyota RAV4 третьего поколения. Что можете сказать? За Toyota с вас сдерут денег столько, сколько она не стоит. То есть Toyota, в принципе, она охамевшая совершенно, особенно в нашей стране. То есть Toyota это что-то, как мы знаем, чуть круче, чем Mercedes. Mercedes. Ну, немцы так себе слабенькие, а вот мы Toyota. У нас поэтому такой ценник. И на вторичном рынке это тоже всегда. То есть машина будет, если впрямую сравнивать остаточный ресурс Тушканчика и RAV4, то RAV4 в самом изможденном состоянии будет все равно в полтора раза дороже, чем Тушканчик. А у Тушканчика, вот у него был шикарный мотор в 2.7, V-образная шестерка. Их на рынке где-то так не больше, там, 15%. Но это фантастическая машина. Причем это кроссовер с задатками внедорожника, потому что вот мощность двигателя, которая во благо. У него очень грамотно настроенный полный привод. У него муфта привода заднего, она включается просто фантастически. Быстро, качественно и незаметно. И при прочих равных, то есть вы получите RAV4 из-под безалаберной барышни, которая не очень понимала, почему телеграфный столб прочнее, чем кузов ее машины. А Тушканчик вы получите из-под человека, который, ну, что называется, наигрался. Тушканчик будет, при прочих равных условиях, менее пафосным, совсем неугоняемым и может оказаться лучше и практичней. За Тойоту только одно. У вас спрашивают, Сергей, а что же я говорю? Вот Тойота. О, настоящее японское качество. О, как вот Сергей после этого сразу крутой. А Тушканчик, он требует оправдания. Говорит, ну, что ты корейца? Ну, что ты Мерседес не взял? Хотя в ответ на вопрос, а сам почему не Мерседес? Да я там пока временно... Не, ну, Мерседес же надо было. Ну, аж стандартные разговоры в курилке. То есть RAV4 — это фетишизация японского всего, незаслуженно поднявшая ценник. А Тушкан, вот он чесняга, он даже 2.0, и то чесняга. Но 2.7 V-образная шестерка на автомате, да, вот эта машина, хватит надолго. Причем вы можете даже получить эту машину с какими-то там дефектами. Но они устранимы. Вот можно со всем этим побороться. Там не так много было проблем конструктивных. Ну, как всегда, там, эти самые втулки стабилизаторов. Да, корейцы не умеют их делать никогда. И еще, наверное, лет сто не научатся. Ну, поменялись, спокойно поехали. Ну, возможно, там будет сальник течь. Да, неприятно. Пол мотора нужно разобрать. Но это все. То есть после этого вы спокойно садитесь, спокойно едете. А если у вас еще на зиму зубастая резина, ну, начиная от хакапеллита и заканчивая чем-нибудь специфическим, типа Гудрича, то вы первый парень на деревне. То есть вы едете далеко, хорошо, и еще, может быть, кого-то на прицепе тащите. Новости. Пробки все те же, 7 баллов. Телефон все тот же. 65, 10, 9, 9, и 6. Дмитрий, здравствуйте. Рад вас слышать. Здравствуйте, Сергей. Очень уважаю вас. И могу сказать, что первые 20-30 минут вашей передачи напоминают в последнее время какую-то инъекцию прямо в мозг. Ну, вы после нее выживаете или хуже становится? Не, наоборот. Дает эйфорию ровно до следующей передачи. То есть есть ощущение, что как-то даже не вы один подобным образом думаете. Да. Сергей, две недели назад вы проехались по гибридам очень сильно. Вот сказали там, в частности, про Prius, что вам тормоза непонятны и так далее. Позвольте, пожалуйста, два слова общественности высказать. Давайте. Расскажите. Это всегда интересно. История эксплуатации. Я ездил на Дюранго. И волей судьбы мне пришлось немножко покататься на чужом Prius по Москве. Во-первых, я просто обалдел от динамики. Я не подозревал, что вообще машины могут вот так ездить. Во-вторых, я ну, представьте, да, с Дюранго на совсем маленькую машину. Конечно, я боялся там и парковаться, и все остальное. Но вот там 4-5 дней езды по Москве меня заронили какое-то зерно вот в душу. И прошло полгода, и я купил себе Ford Escape Hybrid. Ух ты! Какая редкая машина! Из Америки, разумеется. Да. Ну да. Да, машина в меру редкая, потому что, если вы автору посмотрите, там на одной страничке помещаются объявления. Вот. Разумеется, это вторичный рынок, это скрученный пробег, это совершенно туманная история. При продаже по Carfax'у пробег был в два раза выше. Я, в принципе, был готов к этому. Продавец что-то невнятно промотал. Я второй хозяин в России. И первый хозяин отъездил, по-моему, чуть меньше полугода на ней. Один раз выехал? Специально для вас? Вполне, да. Вполне. Но, опять же, имея в гараже дюранга и джипов много старых разных, я к всему этому морально был готов. Поэтому, разумеется, я сознательно выбрал такой вариант. Ценник при этом был, конечно, высокий. 830, по-моему, тысяч. Как за новый? Да. За 2008 год. Ну, не столь важно. И вот, сейчас прошло полгода, я проехал не очень много, пока, наверное, тысяч 30, наверное, проехал. Но, тем не менее, хочу поделиться вот с вами опытом. Давайте. Во-первых, мне достался кривой экземпляр, и у меня не работает муфта полного привода. Причем, не работает она именно от износа, естественного. Во-вторых, там какие-то были еще накопленные косяки, которые, при любой эксплуатации накапливаются, там дроссель заслонки газа не работал, потому что он был уже в плохом состоянии. Там помпа, охлаждение контура батареи и так далее. Но, я все эти вопросы преодолел одним очень простым образом. Я хочу дать такой же совет людям, которые, возможно, как я, хотят какую-то технологию вот такую редкую попробовать. Я нашел мастера в гараже. человека, который, будучи энтузиастом и обладая не то, что прямыми, а гениальными просто руками и при этом образованием и головой очень хорошей, он как бы стензируется только на этой модификации, то есть только на фордах, только на гибризах. Молодец. Талант. Этот человек, ну, Сергей, наша страна рождает таланты. Это да. И я вам хочу авторитетно заявить, что любую машину из любого состояния можно привезти, скажем так, удовлетворительную, чтобы она ездила и не подводила, не мешала в своем существовании. Ну, если она изначально была неплоха, потому что, если это Жигули, то вряд ли. Нет, я с вами согласен, конечно. Но мы сейчас говорим с вами о машинах, которая выделяет выделяется, потому что гибрид, он другой. И вот, как бы, все починив по кругу, ну, вот кроме полного привода, потому что там, ну, это не нормальный вопрос для меня сейчас. Я же в грязь не полезу на нем, у меня дюранды есть для грязи. Вот. Вот, кроме этого момента, я вам скажу, что для Москвы это самая оптимальная машина, потому что она дает колоссальную динамику. Со светофора можно там, любой маневр исполнить. Совершенно безопасно. И для себя, и для окружающих. Скажите, Дмитрий, а какие у него параметры? У него бензиновый мотор какой? В6? У него 2, нет, 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 нет. Рядная четверка. Рядная четверка, 2,3, мотор очень скромный. Я, ну, пересев с В8, конечно, расстраивался. Я думал, ну вот, там, ну что такое, всего 2,3, ну что это? А на самом деле, Сергей, это ураган машина. То есть, она дает нужную динамику за счет гибридности. Когда двигатель складывается бензин плюс электро в одно, тяга получается превосходная. Машина, конечно, из нового поколения. И, как вы говорили вот в предыдущей передаче, действительно, там присутствуют проблемы с шумоизоляцией, с тем, что уже и подвеска по-другому устроена. Она гремит так же, там, она жесткая спереди. Это все понятно. Но, тем не менее, для Москвы, я считаю, это очень хороший вариант. А самый главный ответ на вопрос, какой расход топлива у этой машины? Ровно 8, Сергей, ровно 8. То есть, по городу 8 литров получается? Независимо, вообще нет чего. Можно ехать 8 со скоростью 3 км в час. Можно ехать 8 со скоростью 100 км в час. Расход перестал колебаться. Я специально сбросил этот счетчик. Замечательный результат. А у Prius'а какой был расход, когда вы по городу ездили? У Prius'а 5. Но зимой повышается, Сергей, потому что зимой у Prius'а электрическое отопление. И там резко он может подрасти. А у меня зимой тоже на литр вырос, но у меня расход был еще связан с тем, что были вот эти старые изношенные комплектующие, и компьютер неверно газ подбирал. То есть, там за счет того, что детали были вообще никакие. Когда вот этот человек их разобрал, он мне их показал и говорит, слушай, говорит, ну как, на таком вообще можно было ездить? Я говорю, да, да, ну были там какие-то заметные пульсации, что вот газ там в той перегазовке, то не до газовки. Но ездил он там. Вот что хорошо, Дмитрий, у вашего аппарата, то что у него не европейская схема, потому что европейцы, вот те же самые французы, они, например, делают гибрид, крутят задние колеса, а бензин крутит передние колеса. И когда нету возможности, вот условно говоря, эта самая муфта накрылась, тогда получается, что что-то из этого работает впустую. У вас американский подход в автомобиле, поэтому то, что задние колеса не поспевают за передними, на самом деле, не дает абсолютно никакого проигрыша, наоборот, выигрыша. Меньше кинематические потери. Довольно увлекательная машина, при том, что Escape, я никогда его не понимал и вряд ли когда-нибудь пойму. Но ваш опыт говорит о том, что смелому обычно достается победа. 8 литров очень неплохо. Да, именно. И еще добавлю вам вот к вашему мнению, ну вот, вы, может быть, присмотритесь, поймете, Escape и даже бензиновый Escape обычный, это просто каждодневная машина для семьи, для девушки или для мужика, который мотается на работу. Но она безликая, она очень серая, она не выделяется практически из потока, но она каждодневная и она не мешает жить. Вот это вот как бы... Да, она непритязательная для непритязательных, в отличие, например, от вашего Дюранга, который совершенно невероятный ледокол. И когда вы на нем входите в порт среди канонерок, то народ, в общем, понимает, что главный в стае приплыл. Да, особенно на Садовом кольце хорошо это смотрят. А в любом месте, вы куда ни суньтесь на нем, везде аплодисменты. Ну, у меня следующая цель РМ, поэтому все нормально, я двигаюсь. Да, красиво. из опыта эксплуатации Дюранга стало понятно, что садясь на большую машину, хочется, чтобы она была еще больше. Поэтому тут мне, между прочим, этот фактор трудно было побороть. Я эскейп купил жене вообще-то. Но по долгу жизни сейчас пришлось немножко забрать его, потому что я в Москву каждый день сейчас стал ездить. И вот как бы особенно для девушки эта машина идеальна. Она паркуется на любых бордюрах. У нее высокая посадка, у нее полный привод. Поэтому я всем рекомендую попробовать или задуматься, рассмотреть, во всяком случае. А мастера этого я вам в соцсети кину контакт, чтобы вы просто знали и имели в своем распоряжении. Спасибо. Тем более, что по моему опыту после подобных рассказов обычно очень многие ко мне обращаются и говорят, а вы не могли бы еще раз как-нибудь найти этого человека, чтобы он дал этот контакт, потому что нам тоже надо. Я с удовольствием поделюсь. Талантливые люди, востребованные, это хорошо. Сергей, я вам больше скажу. Я ради вас вспомню, что такое Фейсбук, потому что я им не пользуюсь. Ну, если что, зайдите ко мне на Одноклассники, я там тоже есть. А меня нет на Одноклассники. Понятно. Я не официальный человек. Это лишний плюс вам. Это наоборот хорошо. Дмитрий, спасибо. Очень позитивный опыт. И это как раз тот пример, когда только с таким настроением можно продавать слонов. Александр, здравствуйте. Спасибо, что дождались. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо за вашу программу. Мне интересует вопрос. У меня Прадо 150, так, я езжу по внедорожью, у меня немножечко хватает внедорожных качеств. Посоветуйте, пожалуйста, какую мне взять резину? Ну, вообще, резина всегда подбирается, знаете, как у профессионалов. Под каждую конкретную кочку своя резина, потому что их же очень много. Можно и Микки Томпсон взять, а можно и Бев Гудрич. Вот, для того, чтобы разговор получился максимально профессиональным, я хочу через какое-то время пригласить вот джиперов, ездящих по стране, например, того же Лешу Мочилова, чтобы он рассказал в подробностях именно про резину. Это настолько немаловажный фактор, от него настолько многое зависит, что даже у Гудрича, если посмотреть, у него модельная линейка очень широкая. И это все неоднозначно. У Мишлена есть очень любопытная резина, которую в нашей стране практически нет, но достать ее тоже можно. И на Микки Томпсоне много очень любопытного совершается, куча всяких разных подвигов. И для того, чтобы попасть точно, нужно все-таки обращаться к конкретному специалисту, потому что только вы знаете свои задачи, и только он знает на них правильный ответ. Но если совсем не вдаваться в подробности, то смотрите Гудрич, смотрите его модельную линейку. А что касается подвига, резкий, тяжелая резина вроде как бы кажется. Вообще Прадо выдержит. Конечно, если вы будете брать колеса увеличенного диаметра, а потом пойдете по пути эскалации, например, будете лифтовать машину, поставите силовые бампера, то есть нагрузите еще. Не-не-не-не-не. То есть полный стандарт и только резина. Да-да-да. Выдержит, выдержит. Вообще вот сейчас как раз в эти дни Леша Мочелов, любимый мой, он взял и от нечего делать поехал по маршруту Мурманск-Магадан. И он проехал на 150-ке, на абсолютно серийной. Я это слышал. Да, то есть у него абсолютно серийная машина была и он на этой абсолютно серийной машине проехал там, где в принципе не проехал никто и утонул очень гордый Андрей Леонтьев. Андрей Леонтьев перед этим сказал на весь мир, что он сейчас поставит рекорд, что он совершенно фантастически крут и победа у него уже в кармане. И утонул. А Леша Мочилов сказал, что я просто проеду и проехал. И у него машина была без специальной подготовки. Он проехал там, где дорог не существует и на абсолютно штатной резине он сделал то, что, например, не могут сделать остальные на спецподготовленной. Поэтому Prada, он, что называется, от рождения готов к определенному набору подвигов. С Гудричем это будет еще проще и ступичные подшипники у него довольно терпеливы. Но хотя, конечно, чудо не произойдет и всякие внедорожные приключения, они на подвеске сильно сказываются. Ну, впрочем, как и на раздатке и на редукторах. Пожалуйста, спасибо. Это неизбежно. Вот через какое-то время Мочилов все-таки вернется и мы в прямом эфире поговорим об этом подвиге, когда человек установил рекорд и проехал 11700 километров из Мурманска в Магадан на абсолютно серийной машине вне дорог за пять дней 20 часов и шесть минут. Новости. Мой телефон 6510996. Код города 8495. Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Сергей. Мы сейчас ездим на девятом универсале. Ну и как бы я сейчас начинающий водитель. Простите, девятый универсал это Лансер? Ой, Ницувиши. Это Лансер, понятно. Лансер, да. Вот. И я сейчас как бы себе присматриваю машину, так как я начинающий водитель, хотелось бы что-то небольшое, но либо хэтчбэком пятидверным, ну либо тоже с кузовом, ну универсал навряд ли. И рассматриваю такие модели, либо Opel Corsa, либо Renault Sandero. Вот. Поэтому хотелось бы слышать ваше мнение, потому что мне ваши передачи очень нравятся, они очень такие познавательные и поучительные. Скажите, а вы будете только по городу ездить или иногда скакать по ухабам? И за город, но по асфальтированной. За городом и по асфальтированной. Corsa, она ведь красавица. Да. Она такая лапочка, что вот как только, Ань, вы садитесь за рулитые машины, все начинают обращать на вас внимание и тихо завидовать вашему супругу. А как вы едете на Сандеро, они понимают, ах, она еще и умная, ну вообще без вариантов. Даже подкатывать не будут. Потому что Сандеро, он чем хорош? Тем, что он приготовлен к нашему асфальтированному бездорожью. Он высокий, он энергоемкий по подвеске, он огромный по салону, там можно в пинг-понг играть. Все, что вы туда лопатой загрузите, вы потом, если надо, экскаватором оттуда достанете. И в результате диапазон применения этой машины, ну не такой же, но не менее по количеству пользы. А Корсо это просто красотуля. В Корсе замечательно, в Корсе интересно, у нее такой невероятный салон, она вся из себя такая лапочка, и она пониже. Ей будет иногда животик щекотать. А вот Сандери не будет. Ну вот действительно, я тоже склонялась больше к Рено Сандери, особенно Степвейл, который вот там идет следующий. Да, ну вот спасибо, что как бы вы подтвердили мои, скажем так, мечты. Степвей, это очень правильно, и тем более хватайте его сейчас, потому что через какое-то время Степвей отдадут на Автоваз, и тогда эту машину можно будет просто тихо отвезти на задний двор и пристрелить там. Вот сейчас пока она автофрамосовская, там приемлемый уровень качества, недосягаемый для Автоваза, и сейчас как раз готовится вот этот переезд. Вся линейка Логана, все Логаны уедут на Автоваз, а здесь будут делать в Москве только Дастеры и будут делать Флюенс с Меганом. Поэтому хватайте Степвей, через какое-то время вот начнется этот истерический ажиотаж, тем более, что рыношники, они ведь хамы-то невероятные, они же вам... Да, просто передача вы это рассказывали, я слышала. Это единственная фирма в нашей стране, которая позволяет себе требовать отдельные деньги за доставку, при том, что вот в Казань, например, притащить Рено, это стоит уже 40 тысяч. Кошмар. То есть, вот по всей стране у нас ценник одинаковый, и он учитывает в том числе доставку, и только Рено выпендривается. Причем, когда его официального представителя Рено спросил, в чем дело, он сказал, а вам не нравится, пойдите купите машину у конкурента. А у нас такая политика. То есть, это осознанное хамство. То есть, вам придется через это все пройти, но в результате вы получите реально удобного помощника по хозяйству. А тем более, по цвету у них такая хорошая гамма, там можно всяких красивостей набрать, и, Ань, вы будете очень хорошо смотреться. Спасибо большое. А еще, Сергей, можно вот услышать ваше мнение про ховер? Особенно его первые модельки. Вы дачу строите? Очень нравится. Нет, дачу, ну, в принципе, как бы строительство, да, там тоже какое-то идет. Вот, очень нравится чисто внешне. Я в нем внутри сидела, восторгов море, но вот муж против китайца, причем категорично. Это я себе на будущее рассматриваю. Да, мужу нижайший поклон, он прекрасно понимает ваш звонок трепетный из серии. Дорогой, я где-то здесь возле березы, оно почему-то не едет, не заводится, и мне холодно. Приезжай, пожалуйста, с веревкой, ну, для того, чтобы не повеситься, а починить эту машину. Ховер, он чем хорош? Это почти точная копия одного из самых красивых внедорожников. На тот момент была такая штука, называется Исудзу Аксиом. Китайцам это тоже понравилось, как и вам, то есть у вас вкусы с китайцами совпали. Они сказали, я поняла. Давайте украдем. Украли. Сделали ховер. Очень красивая машина. На мой взгляд, одна из лучших пародий у китайцев. Но во всем остальном, тем более первых выпусков, знаете, китайцы не научатся машины делать никогда. Они это уже поняли. Вот они пытались сначала украсть, они крали машину, крали технологию, крали завод, потом они начали закупать инженеров, а теперь они плюнули и пошли по другому пути. Теперь они заказывают иностранцев, говорят, ребят, сделайте нам, мы вам заплатим. И делают. И вот теперь, через какое-то время, будет другой Китай, будут другие китайские машины. А ховер, это еще попытка самостоятельно. То есть, они посмотрели, как выглядит паровоз и решили сделать паровоз. Не получилось. Они посмотрели, как выглядит доменная печь, сделали у себя во дворе, не получилось. Они посмотрели на самолет, не взлетел. Они посмотрели на машину, получился ховер. Я поняла. То есть, Ань, красивая фотография на десктопе. Ну да. И это максимум. И замечательно. Наслаждаться можно. За рулем этой штуки вы будете смотреться странно. Вашему мужу будут соболезновать. Не надо, не травмируйте. Нет, тогда лучше Ренос Андера степвейчик, да. Степвейчик замечательно. Особенно какого-нибудь праздничного цвета, какого-нибудь рыжего, красного. Красненький там, да, красненький. Сочетание серой пластмассы там, красного здесь, опции все, какие только можно. И поехали. Вы на автомате или на ручке? Нет, на ручке. Молодец. Только на ручке. Ань, вы блистательны. То есть, вы тем самым решаете вообще все вопросы, потому как ручка у него гораздо лучше, чем автомат. Ну, это меня муж воспитывает. У вас замечательный муж. Это фантастическая семья. Ему очень повезло с женой, а вам очень повезло с ним. Замечательно. Спасибо большое. Успехов вам. Какая шикарная автомобилизация. Владимир, здравствуйте. О, я думал, это что-то кремлевских позывных. Говорит и показывает Москва. Здравствуйте, Владимир. Алло, алло. Здравствуйте. Меня Виталий зовут. О, Виталий, а почему вы через трубу говорите? Ну, через телефон говорю. Это телефон? У меня было такое ощущение, что вы в оркестре работаете. Ну, судя по звуку. Понятно. Ну, бывает такое. Бывает. У меня такой вопросик. Вот, был владельцем 124-го. Ух ты. 2,2, 111-й мотор. Да. Машина изумительная. Все. Ну, пришло время расстаться. А сколько лет у вас 124-й прожил? И какого года вы его взяли? 93-го года был. Ух ты. 4-го года я на нем здесь отъездил благополучно. Сколько лет Виталий не расслышал? 4 года я на нем ездил. Так. А пробег у вас сколько миллионов был к тому моменту? Ну, не знаю. Вроде как владельцем одна семья была. Естественно. финн, слад. Да, А разве бывает иначе? Вы хоть раз встречали Мерседес, у которого была бы не одна семья, а все 25 семей? Строго одна? Встречал. Встречал. Бывал, отвлекло. Не, но в Москве не был и не зарегистрирован нигде не был здесь. То есть Московская область вроде как так. Да, это честный регион. Самый честный регион у нас в стране по Мерседесам, это как раз Московская область, я согласен. Да, да. Ну, в любом случае он мне доставил удовольствие, вот если бы найти такой идеальный, я бы с удовольствием бы купил еще. Это в Германии? Они есть? Виталий, они там стоят? Ну, дорого сюда притянуть, нереально практически. Погодите, кризис сейчас вот трахнет как следует и все подешевеет. Ну, с Мерседесом как-то думаю в другой раз вернемся. В общем, смотрите, продал я Мерседес и был выбор перед тремя машинками выбор стоял. Вольво С60, ну, понятно, что с Лекон Хэнд все будет, Б6, Вольксваген и Тойота Кэмри 30-й кузов. Так. Шестидесятка отпала после того, как вдруг там в своем этом клубе мы с ним покатались туда-сюда, ну, как-то мелковато, тем более ребенок родился, сзади не помещался ни с креслом, ни так. Да, на двухместном. Думали восьмидесятку брать первую, ну, как-то дороговато, что ли, поузнавал, поспрашивал. И вот выбор стоял между Калужским или каким-то там Вольксвагеном Б6 и Тойотой Кэмри. Вот Вольксваген меня как-то отпугнул, слишком много их продается на вторичном рынке и просто... И подвернулась Тойота 2005 года один хозяин там три-четыре сигнализации, мужичку 62 года. Ну, как бы купленная здесь у официалов на Рублевке, на Рублевском этом Тойоте центре. В общем, машинка ну, как бы отличная, пробег совсем маленький, 59 тысяч. У них все Тойоты там у жены, у сестры, вот. Там кожа, все дела, как говорится. Этот ручник... Я так понимаю, Виталий, вы позвонили поделиться восторгом по этому поводу. Нет, нет, я хочу спросить вот на форуме и вообще получил где-то информацию у ребят, что на них нельзя ехать свыше 130 км в час. Либо у них там голова горбатая встает, либо с коробкой что-то случается, там нет радиатора на коробку отдельного и стоит теплообменник, типа что-то типа того. И если ехать долго со скоростью 140-150, я просто с Украины и часто езжу туда. И вот на Тойоте хочу поехать и не знаю какую крейсерскую скорость можно держать. Не скажете мне, не посоветуете что и как. Ну, вопросы Сопромата в данном случае рассмотреть все не удастся, потому что в том числе теплообмен и физические свойства металлов, а также сопряжение этих физических свойств, оно сложный процесс. О том, что все Тойоты умерли на скорости 130, это сильное преувеличение. О том, что в этой машине нет и не было никогда знаменитого японского качества, это правда. На какой скорости она у вас помрет, сказать трудно. если она тем более перед этим полазила по грязи и у нее там все ребра какие только можно для охлаждения на коробке например уже покрыты толстым слоем, то конечно смерть у нее будет быстрее. Но вот так вот, знаете, как в сказке в инструкции по эксплуатации написано ровно при достижении 130 км в час у нее накрывается голова. Нет, это не так. Поэтому установить истину вы сможете самым простым способом. Сесть и поехать. А дальше то есть с одной стороны вы получите либо счастье либо письма счастья либо несчастье от кончины мотора. Ну, машину поднимал смотрели не на одном Тойоте центре и к другу заезжал смотрели. То есть днище чистенькое все, она не видала ни грязи, ничего. Ну, идеальное. Виталий, перестаньте себя пугать. Будьте мужественны. Посмотрите опасности в лицо. Поднимите паруса, наступите на педаль и спокойно езжайте. Потому что в общем-то сама по себе она вот просто так не сдохнет. Это машина, у которой определенный запас. Я ни в коем случае не поверю в ее пробег и в ее дедушку-владельца. Но попробуйте. Все. До понедельника.